Кристина – молодая мама с двумя детьми, прописана в небольшой квартире вместе с другими родственниками. Конечно, жилплощади на всех не хватает. Сегодня девушка получила долгожданный сертификат по государственной программе «Жилище». Я мать-одиночка, мужа нету, и прописаны мы все в маленькой квартирке очень. У нас там не хватает 9 квадратных метров на каждого человека, поэтому нас включили в эту программу. Помимо Кристины, субсидии сегодня получили еще 10 семей городского округа Истра. С сертификатом можно воспользоваться при покупке квартиры, возведении частного дома, можно погасить ипотеку и кредит на жилье, если он был взят до 2011 года. Нужно, чтобы мама и папа работали. Это очень важный момент, потому что нужны справки с работой. Нужно, чтобы семья была не менее 5 лет. Уже сформировано и возраст семьи был не более 35 лет. То есть это статус молодой семьи. То есть все должны вот в эти рамки попадать. То есть вот можно от 18 до 35, но в эти рамки надо обязательно попадать, и чтобы были дети. С администрацией городского округа Истра по программе «Жилище» уже много лет работает банк возрождения. С сертификата может не хватить полностью на квартиру. Соответственно, молодые семьи будут брать ипотечные кредиты. Соответственно, процентная ставка будет от 9,9. И еще у нас есть процентная ставка 6% – это с господдержкой. Если ребенок родился в период с 1 января 2018 года и родится до 31 января 2022 года, то молодая семья имеет право на государственную поддержку. То есть ипотека у вас будет под 6%. Кстати, помимо молодых пар, выплату получили два вынужденных переселенца. Ни для кого не секрет, что вопрос аварийного жилья стал одним из ключевых в городском округе Истра. 2,5 тысячи семей живут в ветких домах, и сейчас власти активно ищут площадь для застройки. За 7 лет администрация намерена решить эту проблему. Судились мы в 2016 году. Нас выселяли, значит, вот многодетную семью с внуками. В общем-то, 7 человек тогда было, сейчас еще внучка 8. Переселяли в двухкомнатную квартиру. Ну, в общем-то, мы судились, судились. Истринский суд, в общем-то, ни на что не смотрел, ни на какие вещи, ни на какие законодательства, что нас не имеют права и по этой программе переселения. Вот новое руководство, надеемся на помощь, что вот как-то решим приемлемый вариант. Не хочется все это вспоминать, знаете, вот не хочу вспоминать, надо о будущем думать. По словам Андрея Вихарева, сертификаты на приобретение жилья в ближайшее время получат еще 14 жителей аварийных домов. Кстати сказать, свидетельство на получение выплаты действует 7 месяцев как для переселенцев, так и для молодых семей. Полина Громова, Михаил Моралов, Истрай РФ.